Ребята, мои дорогие, всем огромный привет, всем огромное спасибо за беспокойство за меня. Я себя чувствую, ну так, средненько, средненько себя чувствую. Значит, у меня ничего не болит, но растяжки что никакой нет уже в моем возрасте. Спортами я не занимаюсь, огород я сейчас не копаю. У меня сейчас просто болит полностью хрипатура. Ну, я думаю, с этим справлюсь. Я занимаюсь своими делами, пытаюсь заниматься своими делами. Все делаю, что от меня зависит, у меня есть обязательства. С трудом, но ползаю, с трудом, но ползаю, надеюсь. Спасибо огромное, что написали там булавочки, все-таки вот дела носить. Но дела в том, что я это, ну, что-то не знаю, до таких лет дожила вообще, так как к этому отношусь я очень безалаберно. Ну, и там еще написала мне одна женщина, что типа голова забита, это при шаге упало. Нет, я просто рухнула. Просто человек рухнул, как мешок. Просто как мешок бросаю, так вот я и упала. И ничем таким головам у меня, у меня, естественно, голова забита моей семьей. У меня голова забита моим благополучием, благополучием моей семьи. Мне кажется, как у всех у наших украинцев. Ну, для того, чтобы падать, нет. Не настолько все у меня плохо, чтобы я так была забита своими думами, чтобы я могла упасть, потому что у меня забита голова. В общем, все, все хорошо. Ни на кого не надо грешить, даже на этих продавцов. А во всем, действительно, во всем, наверное, наверное, виновата мы, потому что надо себя осторожнее вести. Не надо себя выставлять на показ. Не надо, может быть, быть лучше окружающей публики. Ярче, лучше. Хотя, почему нет? Почему нет? Все мы разные. В общем, всем огромное спасибо за беспокойство. Всем огромное спасибо, девочки, за личные сообщения в Инстаграм. Правда, я еще даже не успела всем ответить. Меня, ну, вроде бы, да, и канал, и все. Но очень много сообщений. Кстати, вы знаете, я смотрела, вот у меня 5000 человек, да, канал понемногу-понемногу растет. Сейчас 5,50. Вот, и что я хотела сказать. Я смотрю каналы, такие, вот, знаете, ТВ разное, которые открывают. У них там по 3000 человек, по 4000. Есть по 7000 человек каналы, по 8, по 10 тысяч человек. Но просмотры, просмотры ноль. Так что, все-таки я отталкиваюсь не от того, сколько у меня людей, сколько людей мне интересуются в моей жизни. И я огромная, убедительная просьба. Я обращаюсь к статистике своего канала. Мои хорошие, по статистике моего канала, 60% смотрят без подписки. Огромная просьба для продвижения канала. Подойти к внуку или к внучке, к дочке, к сыну. Пускай создаст вам аккаунт. И подпишитесь, пожалуйста, на канал Нателла. Правда, вы мне очень поможете с продвижением моего канала. Очень сильно вы мне поможете с продвижением моего канала. Так, ладно, ребята, меняю позицию. Меняю позицию, приехал. Женя, куда мы сейчас должны ехать? Не, ну, ты в Сирии там дела порешался. Все, хорошо, ладно. Это секрет пока, пока секрет. Так, у меня сегодня ризотто. То ли ризотто, то ли нет. Короче, рис с овощами, немножечко куриного филе, кукуруза, морковка, лучок. Очень вкусно. Люда попросила, чтобы я приготовила как в детстве. А, да, да, еще чуть-чуть помидорок. Очень и очень даже вкуснятина. Мама, сотри губы, некрасиво. Мама, сотри губы, некрасиво. Вот почему так? Когда не идет помада, ты все равно ее лепишь и лепишь. Не знаю, или я такая. Это какой-то, какой-то трэш. Действительно, оранжевый карандаш и розовая помада. Мне, ну, где мозг? Когда себя плохо чувствуешь, не хочется ни чулку делать, не выставлять, ни губы красить. Надела очки и говорит, мама, макияж ужасный. Ну, потому что ужасный. Потому что, может, уже на лицо ужасное, доброе внутри. Глаза узкие. Спала вчера, спала, спала. Лягла в 7 часов вечера вчера. Доченька моя собирается. Ведь сегодня у девочки, у подружки день рождения. Ей молодой человек подарил сертификат на полет на самолете. Полет на самолете, да, дочь? На кукурузнике ж, наверное. На кукурузнике ж, наверное. Какая ты красивая. Жалко тебя в окно не видно. Ну что, давай, поехали. Времени нет. Чай, цайка, все. Ну, ты и красотка. Что ты, как всегда, ищешь, ты мне скажи? Ничего. Значит, мне написали вчера девочки, что, как же ее, вот это, Кардашьян. Ким Кардашьян. Да, у тебя лучше. Так что все у тебя хорошо. Все килограммы это твои, Додься. Так, мы едем или не едем? Друзья, еще, знаете, я вот уже поняла. Если тебе плохо, для тебя нет настроения. Если у тебя вот что-то, кто-то у тебя вот так вот, не надо вообще иметь дело с тестом. То ли это пицца, то ли это пирог. В общем, мы назвали его в моей семье хлеб с пирогом. Я сегодня наварила вкуснейшего супа. Даже не из курочки, а с куриных спинок. Знаете, там косточки, чуть-чуть филешечки. Вот такое вот. Заправила сплавленными сырочками. Много-много зелени. Совсем чуток картошки. В общем, такой бульон вкусный получился. И вот с этим грибным хлебом даже было очень-очень и ничего. И, естественно, как я забыла, что вот раньше я ризотто готовила. Но как-то мне ризотто не заходит с морепродуктами. Я люблю морепродукты, чтобы отдельно есть. А вот с рисом нет. А вот с кукурузкой, с овощами, это класс. Я последний раз готовила. Не поверите, когда Людочка закончила школу, мы, помню, год этим рисом питались. Я вам рассказывала. Было очень скрутно, взгрошимо. Вот. И вспомнили вот это вот блюдо. Просто, конечно, это класс. Так вкусно. Кукурузка на губах прям так лопается. Рис разваристый. Так пропитался. Вообще шикарно, шикарно. Там лучок, морковка и на терке, и морковка так. Ребята, вот попробуйте рис с кукурузой. Хотя, кому я говорю? Тут все хозяечки. Ну, просто так это вкусно. Тут, понимаешь, такой, получается, рис такой сладкий, с овощами. Супер. А я еще добавила горького перчика, чили. Ну, конечно, вкус вообще шикардосный получился. Шикардосный. Так, сейчас хочу поехать. Сегодня куплю мамочке цветочки, чтобы рано утром ее поздравить. На покрову. На покрову. И какую-нибудь придумаю, может быть, культурную программу. Завтра будет машина в моих руках. Вот. И повезу. Ребята, если бы вы знали, сколько я машин уже пересмотрела. Аж три штуки мне понравилось. Ну, пока-пока. Значит, у нас здесь эксперт независимый. Это Людин там парень знакомый. Он хорошо в автомобилях разбирается. Пока все бракует. Пока все бракует. Но мне нравится. Знаете, что мне нравится? Даже ко мне домой приезжают на машинах. Мне нравятся вот люди за ихнюю честность. Он говорит, я перекуп. Я перекуп. Прям вот, понимаете, вот, ну, молодцы. Снимают с себя ответственность. Я не знаю. Я вот ее такую купил. Все шикарно. Все шикардосно, говорят. И мне тоже все нравится. Все нравится. Я там такую черную, лаковая, красивая такая машинка. Я по ней проехалась. Ну, вообще, тихо так работает. Все хорошо. Пока забраковали. Забраковали. Ножки вот такие красаны. Ага, хорошо. Да, все нормально, дочечка. Все хорошо. Женя говорит, что на него смотрят одни губы. Да? Что я теперь в секте. Да? Но он же противник, да. Ему не нравится. Противник. Я понял, как это сформулировать. Когда человек молча не улыбается, рот закрыт. Вот просто он смотрит губами. Да. Смотрит губами. А ты смотришь губами? Я чуть-чуть сниму, наверное, для зрителей, да? Конечно, обязательно. С полета. Ребята, она прыгать не будет, ничего такого не будет. Просто будет полет на кукурузе, как она говорит. Все, погнали. Давайте времени нет. Отвезем Людочку. Ой, камеру закрыла. Снимать умею. Все, пошли, Люда. А воду мы не взяли в машину? Возьми воду, я беру мусор. На, суньки, держи. Все, выкруйте камеру, то сейчас будет. А я хотела спросить, что ты не взяла с собой ничего переодеваться. Вспомнила, что это не парашют. Но, слава богу, теперь хоть знаю. Меня ждут там, на аэродроме. Уже ждут на аэродроме? Нет, меня ждут там, где прыгну. Да? А сколько прыжок стоит? Две тысячи. Не за тысячу. А чего у тебя такие привилегии? Потому что он там работает, этот парик. Он там прыгает постоянно, но у него уже сколько стоят. А, это вот это, что мы с тобой встретили в втором центре, да? Да, да, да. Ребеночек маленький сейчас будет, не будет давать спать, даже если ему нечасто, заботится потом. Напрыгает он сигает. Все равно сигает, да? Да. Пока погода. Да, пока погода позволяет. Погода, конечно, прекрасная. Преображается, конечно. Да, город преображается. И на каждом заборе написано Великобудивництво. Какие молодцы! Нет слов. Нет слов вообще, да. Молодцы. Когда-то же будет. Или никогда. Ихлепа 33. Даже не доллар. Ну, мы тогда это помним. Даже не доллар, да. Две бухалочки купили, написано «две». Так где маленькие бухалочки? Конечно, будешь печь. А тот, который дешевый, можешь невозможно есть. Слушай, он вообще безвкусный. И правда, я пыталась покупать хлеб недорогой. Он действительно... Ну, пеки вот этот граждан, что ты был вчера. Да, вот это вкуснятина. Правильно? Да, грибной хлеб получился. Далеко от пиццы, конечно. Ну, я помню, в середине двухтысячных все накупили себе хлебопечки и пекли сами хлеб. И на работе наперебой рассказывали, какой у них вкусный хлеб. И с маслинами, и с колбасами копченными. И с петрушкой, и с укропом. А потом наперебой все говорили, что перестали печь. Потому что все массово стали поправляться на этом домашнем хлебе. Потому что он был очень вкусный. Они вот съедали, жирали горячим. Попы росли. И на работе только об этом и говорили, Люда. Я помню это время. Да, ты помнишь. Я вот сейчас не знаю. Интересно, девочки, вы печете сейчас хлебопечка хлеб? У больших семей пекут. Вы его не находишься. А если маленькая, то зачем? Это дорого. Очень дорого выходит. И дело в том, что... Вот я покупала хлеб... Сколько? По-моему, за 17 гривен белый. Нет. Вот здесь, глянь, как красиво, что тут дом. И вот это будет. Ага, сейчас покажу. Навострою? Нет, это не навострою. Это так реконструировали, так покрасили. И вот они подняли, шли, чтобы машина не была слышна. Видишь? Ага, ага. А там гуляют. Вот красиво. Вот сразу и цена. Конечно. Обойник поставили. Конечно. Красиво. Какое движение. Наверное, все такие дома будут делать цветом. Да, вот это все, они шпаль накрывали. Зеленое. Да. Попал там программу. А это они сделали, типа, глянь, такие, как эти... Как балкончики, да? Для красоты? Или это они кондиционеры? А, кондиционеры. Да, оригинально. Так и прикольно. Прям такой салатовый, освежающий цвет. А вот как сделали, интересно, вот эти вот деревья на арматуре. Смотри. Ага, что ты с ними поиздевалась? Это, наверное, так, что просли специально, наверное. У дороги, чтобы они не трогали машины. Да, мне очень сильно нравится, что очень много мусора. Пускай они дешманские. Бля, какой гамак стоит. Пускай они дешевые, эти мусорки. Пускай их там малолетки сжигают. Но они есть. Ну вот в районах, там где-то в глубь заезжаешь, так... Там, конечно, мусора вообще не убирают. Мусора очень много нет. Убирают, наверное, раз в неделю как-то вывозят. Или просто люди себя засоряют. Не знаю.